В начале августа завершилась очередная экспедиция сотрудников Ненецкого заповедника на остров Матвеев. Защитники природы провели ежегодный мониторинг лежбищ Атлантического моржа. О том, как прошла экспедиция, расскажет Василий Хатанзейский. Экспедиция проходила с 15 июля по 2 августа. Сотрудники заповедника Ненецкий вели ежедневный учет численности и следили за особенностями поведения животных. В ходе поездки научные работники наблюдали за жизнью моржей. Сам мониторинг проходит сейчас следующим образом. Для учета численности каждодневно мы используем беспилотные летательные аппараты. Обычно это Фантом 4 или Мавик 2 Про, с помощью которых мы делаем картинку сверху на лежбище, на определенной высоте, чтобы все лежбище охватить, и потом считаем численность животных. Благодаря новейшим технологиям появление беспилотных летательных аппаратов намного упростило работу. Раньше процедура подсчета проходила по классической технологии. Исследователи вручную высчитывали поголовье, что было достаточно сложно. Помимо вычисления количества особей, сотрудники заповедника изучали возрастные категории моржей и их пол. На нашем лежбище сейчас, ну и как обычно всегда бывает в это время, в июле, в основном выходят самцы. Самки не выходят в этот период. Они находятся в других местах, нам пока не очень известны. Но предположительно, что это все-таки район Аранских островов. Это север, север новой земли. Помимо изучения моржей, была проделана колоссальная работа по исследованию места и условий их обитания. Как говорят ученые, этот год более благоприятный для выхода моржей на лежбище. По сравнению с предыдущим годом, когда моржи вышли на побережье острова очень рано, 15 мая, потому что очень рано ушел лед. В этом году животные вышли в начале июня. И, соответственно, это для них средний показатель, что является нормой. И для них это хорошо. Они не потратили очень много энергии на то, чтобы плавать, поесть туда и обратно. Помимо мониторинга численности моржей, экспедиция в рамках совместной работы с Всемирным фондом природы занималась сбором информации для будущего проекта по детектированию и идентификации моржей. Ты с нами в экспедиции. Не всю часть этой экспедиции, а небольшой промежуток времени находился на острове один из сотрудников МФТИ Андрей Леус. Это тот человек, который будет нам помогать создавать, обучать нейронные сети, которые могли бы впоследствии на фотографиях определять моржей и в том числе определять моржей до особи. Проживая в старом маячном поселке на острове Матвеев, на протяжении более двух недель участники экспедиции проделали колоссальную работу. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.